здравствуйте уважаемые студенты сегодняшняя тема лекции это смеси идеальных газов чем важно чем важна эта тема значит чаще всего в технической термодинамике в целом мы работаем не с чисто одним газом а со смесями газа да все газы мы подразумеваем ну если это не специальные расчеты то для именно учебных расчетов мы подразумеваем что газы у нас идеальный да но часто мы работаем с газами у которых допустим малярная масса разная то есть разными газами да допустим это может быть смесь воздуха с продуктами сгорания смесь азота с кислородом смесь любая другая смесь да допустим пар жидкостью и так далее то есть мы работаем с разными газами поэтому нет нам необходимо знать базовые процессы расчета различных параметров смесей газовая смесь это механическая смесь отдельных газов не вступающих друг другом химические взаимодействия это важный вопрос почему потому что если мы говорим о химическом взаимодействии то тогда мы говорим об изменении различных параметров давлений плотности температуры и так далее вплоть до под давление плотности температуры и объема соответственно это уже другие газы поэтому подразумевает что эти газы между собой не вступают реакцию самым простым примером я уже в принципе озвучил это кислород азота что дает нам воздух это продукты сгорания и воздух здесь следует отметить что допустим если это не специальный вопрос это в воздух рассматривается как идеальный газ а не как смесь то есть воздуха есть малярная масса теплоемкость и так далее то есть для воздуха отдельно дается каждый газ в смеси полностью сохраняет свои свойства и ведет себя так как как если бы он один находился во всем объеме газовой смеси смесь идеально газа подчиняется уравнению каперона менделеева что мы проходили в предыдущих лекциях здесь по это давление в это объем причем это не удельный объем объем м это малярная масса это удельно газовая постоянно это температура данная в единице измерения си то есть в кельвинах газовая смесь идеальный газ подчиняется закону дальтона который гласит общее давление смеси газов равно сумме парциального давления отдельных газов составляющих смесь но в 10 принципе формула понятна до 1 газ мактима 2 проверяем 3 так далее сумма давления получается у нас как сумма давления отдельных газов парциальное давление это давление газа которое он имел бы если бы он один в том же количестве занимал весь объем смеси газов при температуре смеси звучит достаточно сложно но здесь стоит отметить просто представьте шарик значит шарик мы заполняем одним газом ну допустим воздух так воздух имеет свое давление p1 теперь смотрите мы добавляем туда другой газ допустим кислород ну давайте возьмем другой газ какой-нибудь допустим аргон аргон добавляется в этот шарик парциальное давление воздуха равно давлению воздуха до того как мы туда добавили аргон соответственно если мы уберем воздух замерим давление аргона затем снова добавим воздух то парциальное давление аргона равно тому давлению при котором отсутствовал воздух надеюсь я достаточно правильно объяснил а в принципе если у вас будут вопросы вы можете на в офис часах обращаться парциальный объем это объем отдельного газа при давлении температуры смеси который бы он занимал если бы он был один в этом объеме значит способы задания смеси газов газовая смесь может задан массовым объем малярными долями значит что стоит отметить массовая доля допустим возьмите пиццу пицца состоит грубо говоря из 6 частей да так вот массовая доля одной частицы равно 1 6 от общей массы то есть понятно да если мы говорим об объеме тогда мы говорим что но здесь следует различать что если объемные массовые объемные малярные массы чаще всего то есть практически всегда разные то есть один газ допустим кислород имеет объемную долю допустим 21 процент массовую долю он имеет в районе 19 процентов и так далее то есть они между собой различаются но для того чтобы вычислить массовую долю нам нужно разделить массу этого газа а затем разделить на общая масс общую массу этого газа соответственно любой газ g1 g2 g3 g n это все названия газов если мы говорим об объемном доле тут здесь же функция та же самая то есть объем занимаемый газом деленный на общий объем этого газа допустим если мы говорим об объеме газ одного газа то тогда этот объем равен единице правильно в 1 на в если мы говорим о двух газов и оба газа занимают объем ровно половину от объема тогда мы говорим о 50 процентной доли объемной ну и так далее соответственно это объемные доли смешение газов значит смешение газов это важный вопрос почему потому что чаще всего это влияет на термодинамические свойства газов а соответственно термодинамические показатели системы в которой находятся эти газы значит смешение газа происходит при постоянном объеме смешение газовых потоков и смешение газа при наполнении резервуара тем мы немножко затронем вот смотрите при постоянном объем допустим у нас существует объем в котором значит давно дан объем в и два газа с объемом в 1 и в 2 ну и соответствующим массами и другими показателями так вот общая смесь температура будет вычисляться по формуле представлена не представлены ниже здесь g это массовые доли то есть массовая сумма массовых долей c в 1 это изохорна теплоемкость то это соответствующая температура и того газа и все это то есть и делим это на массовые доли и на то есть на сумму перемножения массовых долей и теплоемкости ну или бору более коротко можно записать по этой формуле значит по объему занимаем значит газы будут занимать объем как сумма массы тоже сумма и внутренней энергии как сумма но здесь следует учесть что объем общий не будет превышать того объема если то есть при постоянном объеме газов да то есть общий объем газа просто увеличивается чаще всего значит смешение газовых потоков смотрите на данном слайде представлено движение потоков газа g1p1 v1 t1 g2 соответственно и другие параметры значит здесь массовый расход соответственно увеличивается энтельпий суммируется а температура определяется при той же формуле за исключением коэффициента теплоемкости если мы говорим в первую задачу что у нас постоянный объем то здесь мы говорим что у нас постоянное давление соответственно место удельно и теплоемкости при изохлорной теплоемкости мы говорим об удельной изобарной теплоемкости при наполнении резервуара смотрите Самым главным аспектом смешения газа при наполнении резервуара является то, что объем резервуара является постоянным. Соответственно, сумма В не должна превышать сумму объема газа. Работа, завершаемая при изменении внутренней энергии и работа, завершаемая при подаче газа в один резервуар, определяется следующим формулем. То есть, движение газов, изменение давления, изменение внутренней энергии. Сумма внутренней энергии будет вычисляться по этой формуле, где m это общая масса, m1, m2 соответствующей массе газов. Температура определяется по формуле, представленной на следующем. Нижняя формула, то есть, это t1 на массовую долю 1 на массу, соответственно, k это t2, m2, деленная на сумму. Важный воздух. При исследовании, при изучении, при расчете технологических процессов, связанных с воздухом, допустим, это кондиционеры, увлажнители, осушители и так далее, все, что относится к технической термодинамике, важно знать параметры воздуха. Как известно, воздух, являющийся газом, изменяет свои параметры в зависимости от своего состояния. То есть, допустим, это может быть сухой воздух, то есть, там отсутствует влага или насыщенный воздух, или влажный воздух. Соответственно, параметры воздуха изменяются в зависимости от состава. Смесь сухого воздуха и водяного пара. Общее давление воздуха равно сумме давлений сухого воздуха и водяного пара. Но это понятно. Это по закону аддитивности. То есть, давление смеси будет равно сумме давлений каждого компонента. Парциальное давление водяного пара не может быть выше давления насыщением воды при температуре влажного воздуха. Что это значит? Значит, смотрите, если мы подаем пар с температурой, допустим, с давлением ниже атмосферного, то наш пар может сконденсироваться. То есть, допустим, у нас пар равен... То есть, пар имеет температуру 120 градусов. Воздух, который вокруг него, имеет давление выше, чем температура насыщения при этом же давлении. Соответственно, еще раз я попробую, правильно. Смотрите, допустим, пар имеет температуру 120 градусов. Если у воздуха давление выше, давление выше, чем давление, при котором 120 градусов, это не вода, а пар, то пар сконденсируется. Да, это достаточно сложно. Понимаю. Ну, вот смотрите. Это диаграмма воздуха. Значит, мы имеем линию насыщения красного цвета. Соответственно, если мы берем область вот в левой части от линии, то это жидкость. Область между двумя линиями это насыщенный воздух, а дальше у нас идет влажный, насыщенный, сухой воздух. На этой диаграмме представлена ID-диаграмма. ID-диаграмма представляет собой диаграмму зависимости различных параметров воздуха друг от друга. Смотрите. В нижней части дается влагосодержание, измеряемое в килограммах на килограмм, то есть на килограмм воздуха, килограмм сухого воздуха. Содержание жидкости в килограммах на килограмм сухого воздуха. Энтальпия на один килограмм сухого воздуха, то есть это удельная энтальпия, килоджольный килограмм. Соответственно, температуры это коэффициент относительная влажность воздуха. При относительной влажности 100 мы получаем содержание пара в воздухе. Более детально с ID-диаграммами мы с вами познакомимся на практических занятиях. Спасибо за ваше внимание.